Друзья, всем привет! Привет! И несмотря на то, что мы находимся в Сосновом лесу, мы сейчас с вами переместимся во вторую техническую часть про БМВ в автосервис к Сергею. Обратите внимание, БМВ и куча мух. Что бы это могло значить? Напишите ваше мнение в комментарии. Я очень рад, что вам понравился диалог с Сергеем. Я почитал ваши комментарии. Есть довольно-таки противоречивые комментарии. Я вам предлагаю сделать следующее. Давайте посмотрим вторую часть, после чего также выскажите ваше мнение. И из двух частей я соберу самые 10-15 горячих комментариев, потому что там действительно есть что обсудить. И отправимся к Сергею и зададим ему их. В данный момент мой автомобиль полностью стоковый. Но, как вы знаете, у моего друга есть точно такая же БМВ, которая изначально была прошита до 528. Также там есть возможность выставить 310 лошадиных сил путем прошивки, просто переключая на руле. Так вот, я вам предлагаю сделать следующее. Мы в четвертой части дневника BMW 5 сделаем заезд, где выставим наш автомобиль и выставим его автомобиль. Я вам детально расскажу, что он изменил с автомобилем. У нас будет прибор RaceLogic. Мы посмотрим на паспортные показатели моего автомобиля, его автомобиля и сделаем заезд. Для того, чтобы нам можно было воочию увидеть, что же такое чип тюнинг и какую разницу в динамике и в разгоне он дает. Парни, я думаю, вы все знаете такого актера, как Дуэн Скала Джонсон. И знаете, что наткнулся я тут на русском ютубе на очень необычный ролик. В котором производители радиаторов Royal Thermo нашли единственный в России военный внедорожник, на котором Дуэн Джонсон снимался в фильме «Форсаж». И знаете, что они сделали? Они сняли на него свой вариант версии Top Gear. Как вам такое? Вы вдумайтесь только, как работает русская соображалка. Взять Дуэн Джонсон, взять военный внедорожник, взять радиаторы отопления. Все это вместе соедините и сделайте действительно крутой ролик. Я оставлю на него ссылочку, он короткий. Перейдите, посмотрите, получите эстетическое удовольствие. А кто не посмотрит ролик, тот не попадет на новую версию фильма «Форсаж». Тот не узнает, как выглядит тот самый военный внедорожник, который в России в единственном экземпляре. И тот замерзнет зимой, потому что он не узнает о существовании радиаторов отопления Royal Thermo. В общем, не размазываем кашу по тарелке. Поехали. Друзья, про N20 мотор мы поговорили. Если у вас останутся какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Будет повод вернуться к Сергею, да уточнить, скажем так. Сергей, вот расскажите, пожалуйста, про другие моторы. Есть дизельный мотор, есть там 530-е, вот сейчас пошли. Вот вопрос стоит так. Если бы вы себе покупали пятерку, какой мотор вы бы выбрали себе? С точки зрения, опять же, надежности. Ну, здесь уже есть такое понятие вкусовщины. Дизельный двигатель, безусловно, это совершенно другое царство. К бензину, и с бензином он связан очень опосредованно во всех смыслах. В том числе и в конструктивных. Несмотря на то, что BMW когда-то начинала свою дизельную серию, это где-то середина 80-х, с того, что взяли бензиновый блок и засунули туда, ну, фактически дизель. Это был такой мотор, назывался М-21. Так вот, дизель современный к бензину конструктивно, он на него похож по системе питания, но по железной части очень сильно от него отличаются. Поэтому, по надежности, цилиндропоршневая дизеля на порядок интереснее современного бензина. Там отсутствует масло-дренаж, вот у BMW, например, и нечего фактически закоксовывать. Плюс температура эффективная двигателя ниже, КПД выше, температура средняя ниже. И цилиндропоршневая заметно чище, даже если вы меняете масло, как они просят. А десятку я бы не переезжал ни на бензине, ни на дизеле, ни в коем случае. Так вот, далее начинается вопрос эксплуатации. Нравится ли вам, как звучит дизель? Нравится ли вам выхлоп у дизеля? Потому что у него другой цикл горения, фазы горения другие, звук выхлопа другой. У меня есть клиенты, у которых в идеальном состоянии доведенные дизели, они говорят, что все хорошо едет, ураган. Отклик на газ, ввиду того, что там все другое, но оно им нравится. Но они говорят, что звук не могу слушать. Звук выхлопа там все равно останется дизельным. Если вас не напрягает звук, вибрация, которая все равно у дизеля характерная, но присутствует. У многих современных дизелей многостадийный впрыск, до 7 впрысков на холостых. Его почти не слышно. Слышно только, как форсунки цокают. Давление абсолютное выше на порядок, чем у бензина. И на 2 порядка, чем у атмосферного бензина. И вот шумность все равно хоть какая-то, но останется. Но есть характерные. Я сейчас не говорю о каких-то азиатских дизелях, которые молотят как трактор. Но даже если вы возьмете вот этот аналог этого автомобиля с дизелем, все равно его будет слышно. Но мощностная характеристика у него сжата, по-моему, до 5-5,5 отсечка. Машина едет по-другому. Если это не напрягает, тогда готовьтесь к следующим вещам. Первая система питания. Каждая форсунка неразборная примерно 500 евро стоит. На 6-цилиндровом современном дизеле их будет 6. А вот этот 530, да? С индексом 6-цилиндров. С индексом в зависимости от глубины форсировки и количества установленных турбин. Рядный блок у всех сейчас один и тот же. Он достаточно неудобен в обслуживании. То есть все равно снимать, все разбирать, цепь менять. Вот эти вещи. Но 100 тысяч дизель пройдет дальше вообще без проблем. То есть за 100 тысяч в дизель вообще ничего не вложите, скорее всего. Дальше начнутся проблемы. Система рециркуляции, так называемая АГР, у всех прочих ЕГР. Туда надо лезть и вычищать всю грязь. Потому что дизель кормит себя своим выхлопом. Вся эта сажа оседает, там начинают заклинивать различные клапана, которые регулируют вот этот процесс. Выпадают ошибки. Далее. Сажевый фильтр, который у дизеля установлен где-то в хвосте. Его надо снимать, мыть или менять на новый. Иначе машина будет дико пахнуть. Бизнес-класс пятилетний, который пахнет как КАМАЗ. Это очень странное явление. Если вы удалите сажевый фильтр, он будет уже попахивать. Если вы его заведете в гараже и постоите 5 минут, там стоять будет невозможно. Вот мне очень странно. Вы открываете дверь, всю грязь из-за того, что разница в давлениях засасывает в салон. Вы дальше начинаете дышать этой сажей. Если это не напрягает, ну не вопрос. Для меня бизнес-седан с дизельным двигателем странное сочетание. Но еще раз скажу, что у дизеля есть свои преимущества, есть свои недостатки. В общем, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вот ему бы вы какую оценку поставили по 5-балльной шкале? До 200 тысяч мы рассматриваем. До 100 тысяч пробега это практически теоретически существующий идеал. Там все хорошо. 5 баллов. Да, наверное, ближе к 5. Это очень хорошо, потому что за этим придется расплачиваться следующему хозяину. Или за это придется расплачиваться в течение последующих 200 километров. И если форсунки, которые работают при давлениях 2200 атмосфер, а это космические давления, в общем-то, не существует вечных по определению. Это слишком сложная конструкция, чтобы дозировать микрограммы с точностью струйного принтера вечно. Она так не будет делать. Поэтому 100 тысяч отъездите, а дальше она выбрасывается, покупается новый, если вы хотите, идеал. Если нет, то при ускорении у вас будет сажа, как из КамАЗа, вылетать. И можете посмотреть на дорогах. Очень многие престижные машины, там, Land Cruiser, какие угодно. Газпол нажал и занял черный дым. Меняйте форсунки, они не ремонтопригодны. Так вот, посчитайте, калькуляция. Тысяч после 150, наверное, так. 5 форсунок, 6 форсунок по 500 евро, 3000 евро. Дальше ТНВД, который там стоит, в принципе, не таких больших денег. Но, скорее всего, тоже ремонтировать форсунку в дизеле можно по несколько раз и с непонятно каким результатом. А на BMW современные, вот на M поколение, еще они ремонтопригодны. Плюс-минус, 50 на 50, повезет, не повезет. А вот на N вам придется, скорее всего, покупать новую. По крайней мере, год назад их еще точно никто в Москве не ремонтировал. Поэтому 100 тысяч отъездили, а дальше передали соседу. И вот он может сгрести все удовольствия от этого мотора. Ну, если совсем вкратце, то современные масла – это комбинация, состоящая по основе, зачастую из синтетических масел. Масел синтетической основы. Проблема в этих маслах заключается в том, что они очень плохо растворяют присадки. Присадочные пакеты в современных композициях достигают третьей объема. Да, мы были на заводе, смотрели. В высоких температурах эти присадочные пакеты в масле не удерживаются, выпадают в осадок. Так как это происходит, вся эта грязь скапливается в цилиндр поршневой, что приводит к залеганию колец, забитию масла, дренажа. Чисто от грязного масла по методике, которую я изобрел и использую, визуально отличаются, например, вот так. То есть вот это, я так понимаю, ваше, а вот это другое? Оно не совсем мое, у меня нет брендозависимости, это масло исправное и качественное. Качественное, обращу внимание, только с точки зрения, и прежде всего с точки зрения образования осадка. Ну это заметно, на двух примерах это заметно. Да, при этом я не вижу никакой зависимости в бренде, это зависимость прежде всего от рецептурная. Бренд это всего лишь некое предприятие, некая шапка. Но если бы ребята задали вам вопрос, сказали бы, ну все-таки Сергей, есть тот бренд какой-то на рынке, даже не для рекламы просто, который вы могли бы выделить. Вот в частности для моторов BMW, например, что я бы вам мог бы посоветовать, порекомендовать вот это. Масло читать не умеет, как и двигатель, ему все равно, что в него льют, лишь бы это было качественно. С точки зрения критерия качества я могу ответить. Порекомендовать какой-то бренд, если только с точки зрения общей стабильности. Вот есть бренды, которые используют определенные присадочные пакеты. Более того, они их наверняка не выбирали по какому-то принципу, а просто так проявилось уже на тесте. Получилось так? Получилось так. Такие бренды есть, и, например, у Mobil почти вся линейка когда-то была чистая. Этому есть объяснение. Я еще раз скажу, это все зависит от того, с каким поставщиком присадок они работают на данный момент. Более-менее чистые, практически чистые линейки у Liqui Moly. Может быть, тот же самый Xenum, это отдельная линейка масел, которые рекомендуют. У них тоже чистые масла. Но вот этот критерий, он необходимый, но недостаточный. Это минимально достаточные требования для двигателей серьезных, вообще для тех, кто серьезно относится к машине. Я рекомендую конкретные продукты, в которых вот этот критерий лишь один из. Это минимальная базовая требования. Друзья, здесь я хочу сделать вывод. Когда мы сняли первую серию про автомобиль, многие написали, ну что ты купил-то 37 тысяч, свежая машина. Надо было брать 1150 пробег, чтобы был контент. Сергей, я правильно понимаю, что контента было бы много, и я бы у вас здесь был бы главный гость и частенько пережал. Вы пополнили бы ряды клиентов, которые здесь занимались капиталкой N20-го мотора. Там все очень прозаично, показывать особо нечего. Все, что я перечислил, там будет. Это будет растянутая цепь. Блок, который на 5-6 соток уже в стандарте, 5-6 соток блок уже потерял. А в больных местах, я уже сказал, 5-6 соток, две десятки потеряют блок. Я, может быть, раньше говорил про две сотки. Я оговорился, две десятки потеряет этот блок, а это уже поршень болтается вот так. И еще раз повторю, здесь есть конструктивные вещи, которые не лечатся. И что бы вы с ними делали, 200 тысяч вы на нем в идеале переездите вряд ли. Я уже не упоминаю о таких проблемных местах, но более надежных, как ваносы, которые здесь не просто меняются и немало стоят. Ремонт турбины, это на вскидку, наверное, порядка тысячи евро перебрать турбину, если хорошо. Вообще вот все вычистить, картриджи хорошие поставить, промыть и еще снять, поставить. Ну и все вот эти удовольствия. Поэтому скажу так, средний ремонт вас ждет где-то 100 плюс-минус и суровый ремонт, наверное, 200. 200. Вот на этом давайте сделаем выводы по моторной части. Друзья, покупая автомобиль, смотрите, лучше его с пробегом до 100 тысяч, чтобы вы покатались 100-150 максимум, а дальше уже отдавать это опять же 150, это при условии того, что вы следили за автомобилем, первый владелец за ним тоже следил. Правильно? Солидарен. 520i задний привод. Сергей, мы с ребятами частенько спорим, да и вообще в интернете очень много обсуждений вокруг системы полного привода X-Drive. Одни говорят, надо брать, ведь зимой задним приводом научишься, я для этого и взял, чтобы намучиться, показать. Но расскажите, пожалуйста, на вашем опыте о надежности полного привода. Если мы покупаем автомобиль с пробегом, можно ли столкнуться с заменой приводов, сколько это стоит? Некоторые рассказывают о том, что если брать версию с полным приводом дизельного, вот такой трехлитровый мотор, который якобы очень надежный, там могут быть проблемы с раздаткой. Вот расскажите, пожалуйста, вообще поподробнее про полный привод на BMW. Ну, я думаю, по определению, любой механизм, который сложен и нагружен, рано или поздно сломается. Все остальное зависит от конкретной модели и от характера эксплуатации. Полный привод на каких-то автомобилях, особенно мощных, ну, 100 тысяч, наверное, способен пережить. Проблемы все традиционные. Если ездить активно и газ в пол, на полном приводе шрусы вы, скорее всего, поменяете уже к 100 тысячам. Раздатку, их много очень было, разных раздаток. Ну, цепь вытягивается 1150. Редукторы тоже самое, если это зависит от конструктива. Вот сделали они неудачный редуктор, неудачные подшипники, там, или на болезнь старых заднеприводных автомобилей, типа Е90, это задний редуктор. Там почему-то стоят шариковые подшипники, то есть, высоконагруженные по определению. Вот люди ставят роликовые подшипники, и все становится хорошо. Это вопрос конструктива. Если взять редукторы автомобилей классические 90-х годов, они 500 тысяч проедут, ничего с ними не будет. Ответ конкретно по этому автомобилю. Вот я не могу сказать, что часто обращаются с проблемами. Пару раз что-то было, то есть, 100 тысяч они свои переезжают. Дальше они еще не все, там, 150 они не переездили. Статистика именно по железной части полного привода, я думаю, накопится еще лет через пару. Ну, а если, например, вы говорите, шусы, привода менять, сколько это вообще по деньгам стоит? Каждый привод, я думаю, в среднем... С заменой? Ну, с заменой, наверное, тысячи долларов. Тысяча долларов, то есть, за два привода это две тысячи долларов. А если с раздаткой попасть, например? Раздатки перебираются, есть ремонтные раздатки, восстановленные в заводских условиях раздатки. Ну, на вскидку, думаю, ремонт агрегата такого хорошего, это где-то тысячи евро. Ремонт с заменой, с маслом, с всеми делами, где-то тысячи. Это касается практически любого агрегата у BMW, но за исключением, коробка еще туда-сюда к нему относится. Вот любой трансмиссионный серьезный агрегат, наверное, в пределах тысячи евро его стоит отремонтировать. Отремонтировать. Но если раздатку в сборе менять, то там, если я не ошибаюсь, около трех тысяч долларов. Но, смотрите, если вы хотите новый узел, он всегда стоит гораздо дороже, чем восстановленный, перебранный от капитальной. Это касается мотора, коробки, редуктора, всего. Если он восстановлен в три раза дешевле, он перебран. А перебираете вы его сами или покупаете перебранный, это уже, как бы, примером то же самое. Давайте также с вами сделаем такой итог. Если рассматривать автомобиль до 150 тысяч пробега, то есть, ну, допустим, я купил там 37, 70, неважно, до 150, полный привод может быть проблемным или, скорее всего, мы сможем докататься. Если вы на ней прокатились и не чувствуете ничего плохого, каких-то ударчиков, шума при разгоне, вот именно ударов при разгоне, хруста, особенно, когда в поворот с газом входите, можно так проверить, скорее всего, больной шрус уже защелкает. Если он совсем разваливается, он защелкает просто в повороте, да, то, скорее всего, с ним все нормально, я имею в виду, с полным приводом все нормально. И 100-150, я думаю, большинство подобных автомобилей переживут. Вопросы я задаю согласно нашего инстаграма, то есть, многие его писали, спрашивали, и один из таких вопросов был интересный. Одно дело, человек покупает новый автомобиль, у него есть денежки, бренд все-таки для состоятельных людей, а другое дело, вот я его купил на вторичке, я готов на него тратиться. Но есть оригинальные запчасти, а есть неоригинальные запчасти. Вот есть на вашем опыте, куда лучше ставить только оригинал, а где можно обойтись аналогом, возможно, достойным аналогом. Я бы, Дмитрий, с позволения, переформулировал. Давайте, как правильный. Куда у вас есть шанс, есть места, куда у вас есть шанс поставить неоригинал, а каких-то узлов или запчастей в BMW в неоригинале не существует. Еще важный момент, на BMW совсем уж копеечного неоригинала, страшного, не существует. Я имею в виду на современной BMW, естественно, а не на BMW 20-летней давности. Сюда оголтело китайскую запчасть, вы просто не купите. Действительно, наверное, среди всего неоригинала, который еще сюда можно найти, естественно, это касается ходовки, можно найти чуть более качественные, чуть менее качественные. Но исправная деталь все равно будет лучше, чем бушная оригинальная, которая здесь, к такому пробегу, конечно, скорее всего, вы меняли все сайлентблоки передние, подвески. По задней части до 100 тысяч, ну, что-то там, я не знаю, подвески, ну, в основном подвесные какие-то сайлентблоки менялись. Но если человек переживает о стоимости обслуживания подвески, ему вообще не надо покупать BMW, не нужно. Это последнее, что в BMW может потребовать внимания с точки зрения объема денег, средств затраченных. В 100 тысяч здесь можно перебрать подвеску очень хорошо, почти все можно перебрать. То есть, я, например, слышал другую информацию, то, что, в принципе, до 100 тысяч по подвеске она отходит. Я про деньги. Нет, я понимаю, ну, а по надежности, по самой подвеске, ходовой части автомобиля, то есть, есть какие-то слабые места, то есть, на то, что мне нужно будет обратить до 100 тысяч внимания? Про сайлентблоки я услышал, это от износа. Слава богу, диагностика ходовой части одна из самых, я не могу сказать, что простых, но доступных операций. И пошатать, что называется, подвеску на подъемнике могут в любом сервисе. Скорее всего, у вас будут все классические вот эти придирки слесарей, которые связаны, что-то здесь сайлентблок мягкий, а вот здесь бы лучше шаровую поменять. Вот эти вещи, да, они классические практически для всех машин, автомобилей. Скорее всего, это будет касаться передней части автомобиля, ну, по понятным причинам. И ценник вряд ли будет превышать, стандартный ценник вмешательства 50-60 тысяч рублей будет вряд ли превышать. Но если, конечно, там добавится амортизатор, это еще что-то добавит. Поэтому я говорю, диапазон до 100 тысяч, ходовку можно вложить от 50 до, наверное, 150 тысяч рублей, если очень сильно не повезет. И повторюсь, ходовка в BMW самое последнее, что потянет ваши деньги. Оно, конечно, будет тянуть, но подвески, ходовки сложные, но по проблемности это самое последнее место. Сергей, и давайте в заключение вам такой вопрос. Вот очень много молодых парней, кому там 20 лет и уже чуть побольше, ну, скажем так, от 20 до 30, хотя и в 35, и в 40 можно ощущать себя на 20, хотят купить BMW как красивую машину, погоняться, поездить. Вот дайте, пожалуйста, совет, на что им обратить внимание. Условно, что до 100 тысяч ребята взяли, если вы там работаете исправно, зарабатываете, можно купить, а если вы, например, берете на последние деньги, то лучше... Я понимаю. Ну, здесь очень много историй могу рассказать, но общий фон, наверное, примерно такой. Очень многие удивляются, это прямо вот у каждого второго, наверное, кто впервые столкнулся с BMW, я слышал очень странные такие пассажи там, а я думаю, что это немецкое качество. Вот это, да? Это же часто очень встречается. Абсолютно. Ломучее говно, хорошую машину, три буквы не назовут, и это можешь писать второй, третий, четвертый владельцы. Много чего, да, по-разному, и во всех, кстати, странах, это не только в России такая ситуация, поэтому скажу так, не хочу банальности повторять, но идея такова. Не удивляет ли вас, что этот автомобиль новым стоит несколько миллионов рублей, а спустя буквально пять лет, как только он сошел с гарантией из Куланса, с расширенной гарантией, он уже стоит почему-то треть цены. А вот если мы возьмем Toyota Land Cruiser, которая стоила 10 лет назад столько, сейчас она стоит на 30% ниже, чем, да? Вопрос, почему? Вот он, ответ перед вами висит, и объясняется это очень просто. Любой немецкий автомобиль, сделанный на грани, что называется, вот на гребне технологического прогресса, он потребует, вы будете оплачивать вот эти детские болезни или новшества из своего кармана. Так что, если вы покупаете BMW X6, который новый, даже в этом кузове, может стоить в 5-6 раз дороже, не удивляйтесь, что ремонт этого автомобиля сразу после покупки потребует второй стоимости. Этот автомобиль является средним представителем линейки, у него средний мотор, я имею в виду как по мощности, так и по технологической сложности. Предел вмешательства в этот мотор, наверное, 1350 рублей, вот если все в нем хорошо сделать. Тяжелый мотор, какой-нибудь V8 Biturbo, может потребовать до миллиона, если там вообще с нуля мотор строить, да? Вы же понимаете, что капремонт, это часть старых вещей остается, часть новых устанавливается. Если вы захотите вообще делать его в идеал, там будут большие железки, которые тоже придется купить. Любой ремонт, это компромисс. Поэтому вот этот автомобиль, он средний, у него все хорошо. Он не очень тяжелый, он не очень мощный, он, кстати, достаточно вместимый, потому что это платформа семерки. Я считаю, вот этот кузов чуть ли не бестбаем в своих деньгах. Он удобный по городу, не тяжелый, двигатель достаточно мощный, чтобы таскать этот кузов, ну и так далее, и тому подобное. Но это вот именно серединка, значит, я не советую без денег покупать дорогие машины, это очевидно. Этот автомобиль можно купить и готовить 10-15% его стоимости на обслуживание в течение первого сезона, а дальше по 5-7% на каждые 50 тысяч, тогда все будет хорошо. Но есть требования, которые эти автомобили предъявляют к среднестатистическому владельцу, и которые большинство людей, это отдельная тема для разговора, не выполняют. А именно, так называемые интервалы лонг-лайф, которые европейцы изобрели в 98-м примерно году, изобрели уже в начале 2000-х, ничуть не позволяют этому автомобилю переездить без серьезных проблем 1050-й. Таких машин полно. Поэтому с 2015-го года BMW обновила по всему миру интервалы примерно 10-12 тысяч километров пробега. И вот если вы покупаете такую машину, она у вас уже будет с 2015-го года, значит, там хотя бы масло после 2015-го года, у нас с 2016-го, уже это говорит о том, что после, точнее, купленный автомобиль после 2015-го года, масло там меняли. Хотя бы раз в 12 тысяч. Это поразительно сказывается на его внутреннем состоянии. Достаточно два раза, как очень многие люди делали, меняя масло в 25 тысяч, получить очень грязный мотор уже там к 50 тысячам в пробеге. И это сразу капиталка. Его отмыть невозможно, только разбирать, а он слишком сложный. Там есть управление давлением масла, то есть там есть электрогидравлические узлы. Все это загрязняется, и это уже никак не решить. Только разбирать и все перемывать. Поэтому советы следующие. Машину брать как можно более свежую. Если берете пожилой автомобиль, откройте клапанную крышку тяжело, но хотя бы маслозаливную. Посмотрите, нет ли там грязи в моторе. Если там эта грязь есть, это уже все дорога в один конец. Плюс, очень многие владельцы охотно говорят о том, что вот у меня всего литр на 3 тысячи километров кушает. Они считают это благом. Это вообще, это я... Ну какие допустимые показатели? Литр на 10 тысяч нормально? Литр на 10 нормально, литр на 5 я бы насторожился. Литр на 3 это уже прямая дорога к капиталке. Литр на 1000 капиталке. У нас люди, которые даже хвастаются. Типа он смазывается внутри. Хотя я говорю, что это за гранью. Загрязь это очень интересная тема, потому что эти автомобили сертифицированы. Евро 5, Евро 6. А вы видели, что летит у автомобиля, который кушает масло? Там сизый дым и запах. Вот самый простой вопрос людям, которые говорят, что расход нормальный. А как их сертифицировать, если оттуда прямо сизый дым оттуда идет? Так вот, первое, интервалы расхода масла, интервалы замены масла. Второе, расход масла. Ну, наверное, вот эти два показателя уже позволяют совсем отделить дрова от недров. Этого минимально достаточно. Но еще раз предупреждаю, я вот BMW занимаюсь практически без остановки уже больше десятилетия. Это вот прямо специализация на BMW. Могу сказать, что мне известны случаи, когда за 5-6 лет владения человек капиталил двигатель по 2-3 раза. Это единичные случаи, но они есть. У меня целые, ну вот, людей, которых я давно знаю. Это сложные моторы, к этим, ну вот это еще, еще раз скажу, середнячок. Но покупать BMW на последние деньги очень странно, очень странно. И в плачевных случаях знаю, когда человек покупает машину за 500 тысяч рублей, ну, конечно, не такое, чуть попроще, приезжает и вдруг выясняется, что машина потому и стоила 500 тысяч рублей, что привести ее в приличное состояние еще 2-2,5 цены. Это прямо факт. И такие люди приезжают, они удивляются, ну, как так, ну, она же ехала, а почему там? И получается, что вся ходовка, двигатель, коробка дают вам, ну, еще раз, 2-2,5 цены. Супер. Друзья, вот на этом мы сегодня и закончим. Мне было жуть, как интересно пообщаться с вами, Сергей. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что этот ролик будет полезным. Я в качестве благодарности с огромным желанием оставлю ссылки на все ваши живые журналы. Друзья, человек более 7 лет уже ведет, там все пишет. Вот кому интересно что-то почитать полезного, действительно, пожалуйста. Соответственно, будут вопросы, звоните, обращайтесь. Ну, вы сами видите, человек говорит, со знанием дела. Я слушал просто открытым ртом, если кивал, нычал, ну, поймите правильно. Спасибо вам огромное. И вам, Дмитрий. Ну что, друзья, теперь сделать выводы нужно мне. Наша процедура подходит к концу по промывке радиатора и замене антифриза. Я считаю, что этот диалог был крайне полезным и актуальным на сегодняшний день. Вы услышали значимый ряд часто задаваемых вопросов. Все те, кто писали мне рекомендации о том, что бери себе BMW года 12 с пробегом 150 тысяч. Спасибо большое, друзья. Вот так вот приезжать снимать автомобиль регулярно, раз в неделю, раз в месяц я лично не хочу. Покатаюсь на машинке. Сегодня она в идеальном состоянии. То есть, все диагностики я делал, но ни в коем случае не пытаюсь нахваливать. Я буду снимать, я буду продолжать вести свои наблюдения. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, ведь там всегда выходят свежие новости. И вы также можете принимать участие, задавать ваши вопросы. Вдруг будет что-то новенькое, что-то интересное. Я буду продолжать. В голове много интересных идей будем воплощать. Огромное спасибо за просмотр. Если вы посчитаете, что этот ролик был интересным и полезным, обязательно нажмите поделиться, расскажите о нем вашим друзьям в ваших соцсетях. Так больше народу узнает об этой полезной информации. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.